МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три сложных вопроса. Ответы на них ищут самые разные люди. А сегодня в нашей программе на эти вопросы отвечает нам человек, который является учёным, исследователем и в данный момент директором фонда «Конкордия», что означает содействие, содействие просвещению, содействие духовному развитию на основе христианских ценностей, что очень близко нам. Я очень рада представить нашим зрителям Игоря Михайловича Савича. Игорь Михайлович, приветствуем вас. И я благодарю вас также за открытость и готовность, буквально кратко, потому что жизнь очень сложно вместить в несколько коротких вопросов, но ответить для того, чтобы наши зрители узнали, как такой человек, как вы, с вашим интеллектом, таким вдумчивым подходом к жизни, пережил встречу с Богом. Что для вас эта встреча, чем она стала, что изменилось в вашей жизни? И как вообще вы пришли к такому поворотному моменту в вашей жизни? Этот момент, я считаю, что был основным вообще в моей жизни. И вообще это случилось много лет назад. Я вообще жил в Ториме в Алмате, я вообще родился в Алмате. Это мой родной город. И моя встреча с Богом, собственно, началась с того момента, когда моя жена Наташа и мой сын Дима уверовали во Христа. То есть практически у них это случилось в один день, независимо, что вообще тоже достойно удивления. И я в то время занимался наукой, в общем, я вообще биохимик, моя основная специальность, занимался наукой, исследовательской деятельностью. Для меня это оказалась работа очень важная. Но я потом увидел, что большие изменения произошли в моей семье, особенно с моей супругой. И меня этот факт, в общем-то, поразил. Она сказала, знаешь, я вот начала читать вот такую литературу и уверовала в Бога. Ну, для меня это были почти такие слова, малозначимые в то время. Ну, я немножко удивился, говорю, а как это? Ну, вот я говорю, так вот она сказала, что я молилась, и Бог мне открыл и помог мне к Нему обратиться. И потом через какое-то время она говорит, знаешь, тебе тоже нужно как-то к Богу прийти, потому что ты вообще в ад идёшь, ты знаешь об этом? И вообще нам нужно помолиться. Я говорю, слушай, и как я молиться буду? Я не понимаю, что это такое вообще. Но прошло какое-то время, она говорит, ты знаешь, я хочу вообще в церковь сходить. Тут недалеко есть церковь, баптистская. Я хочу туда зайти. Я говорю, ну, ты знаешь, ты вообще будь осторожен, потому что баптисты вообще, люди вообще странные, опасные. Да, опасные вообще. Ты смотри, поаккуратнее будь с ними. Ну, такие забавные эпизоды в моей жизни были. Но потом она сходила, конечно, ничего плохого не случилось. И через какое-то время ребята из церкви приехали к нам домой, познакомились, были замечательные ребята. И, в общем-то, они, очевидно, обо мне молились. И я обратился к Богу через где-то месяца три после этого, после встречи. Но я думаю, вообще, ключевой момент в моей жизни был все-таки, наверное, начался с моей бабушки. Бабушка Арина, моя любимая бабушка, она была православная, причем настоящая православная. И она молилась, я думаю, за меня. Я был уверен, потому что она меня втайне покрестила от родителей. Она сказала, что я не могу, чтобы мой внук любимый был не крещен. И отвезла меня в церковь. Мы тогда жили в Алма-Ате, в центре города, в Никольском церкви. Это была единственная церковь православная действия. Там она меня покрестила. Я думаю, что, начиная с ее молитв, ну и кончая, конечно, жена моя, сын, в общем, ну и, естественно, Божье благоволение, Божий план и Божья милость, что я уверовал во Христа. И, в общем-то, моя жизнь действительно изменилась, потому что я по-другому совершенно стал смотреть на жизнь. И ценности, которые для меня были превыше всего в жизни, они совершенно потеряли всякую значимость. Например? Ну, например, я Библию вообще не открывал. После этого я начал читать Библию. И для меня вот первые 3-4 года я вообще ничего не мог читать, кроме Библии. Потому что все остальные книги для меня казались не такие, малозначенными. Пресные, не о чем, какие-то надуманные вещи, какие-то вещи, которые вообще не важны в жизни. Поэтому для меня Библия, конечно, была эта суперкнига и основной книгой. Ну и плюс к этому меня пригласили возглавить работу Ассоциации Библейского общества Казахстана в то время. Это был 93-й год в Алмате. То есть я начал эту работу, и моя основная задача была вообще это содействие в переводу библейских текстов на местные языки, издательская деятельность и распространение. То есть я вообще занимался Библией, библейскими текстами. В общем, так моя жизнь замечательно пошла с тех пор. Я ни капли не жалею. Хотела вас попросить уточнить. Вот когда вы увидели, что ваша супруга, ваш сын уверовали в Бога, в чем это для вас стало явным, что с ними произошла какая-то перемена? Какие именно перемены с ними произошли? Они совсем по-другому стали воспринимать жизнь. Но, во-первых, моя жена курила, да, она бросила курить моментально. То есть я до этого говорил, слушай, Наташа, тебе надо курить? Она говорит, я хочу, но я не могу. После этого она практически на следующий день перестала вообще курить. Она сказала, что Иисус помог ей вот это сделать. Вот такой один из фактов таких. А для вас самого, вот вы сказали, что вы уверовали, то есть вы пережили какое-то особое чувство, я не знаю, то есть чем для вас стало вот такое соприкосновение с верой? Да, это было осенью, я думаю, 92-го года. Потому что действительно в тот момент меня очередной Дух Святой коснулся, и я почувствовал какую-то любовь ко всем людям, понимаете? Вот у меня такая захлестнула любовь, и я почувствовал, что я вот всех вокруг люблю, и мне так все хорошо стало, понимаете, такое ощущение, у меня слезы потекли из глаз. Непривычное, да? Да, непривычное, я думаю, что-то я вообще, что-то я вообще, что-то я всех люблю, почему-то. Вот, так что... Пришел мир, вот очень часто свидетельствует о том, что такое умиротворение. Ну и спокойствие, и понимание вообще, что жизнь, она по-другому совершенно начала восприниматься. Глубина, да, появилась? И, в общем-то, моя эта работа стала как-то сказаться мне не такой уж серьезной, не такой уж особо значимой для моей жизни, что захотелось что-то сделать для Бога. Мы организовали выездную библиотеку христианской литературы в моем поселке. Я там стоял с людьми, там разговаривал, в общем-то, вот в эти дни. И это было такое... Для меня это все было нормально, а народ меня спрел. Изумлялся. Да, он говорит, наверное, не совсем в своем уме. Довела наука широко, да? Безумие. Это интересно. То есть ваш путь с Богом начался практически вместе с вашей семьей. И сейчас, спустя 20 чем-то лет, больше чем четверть века, мы с вами говорим в Петербурге, и этот путь ваш продолжается, расширяется. Да, этот путь продолжается. Моя жена Наташа, она постоянно со мной, она в эти годы работала в этой организации. Менеджером по издательским делам. И сейчас она продолжает эту работу. То есть вот эти брошюры, которые я привез, ну, это маленькая часть нашей литературы, их очень много, собственно, это, говоря, ее работа. То есть она занимается издательской деятельностью, и она очень счастлива, что она может, если ты, вот эту литературу, издавать и содействовать распространению, чтобы люди узнали о Боге, об Иисусе. Спасибо большое. И хотелось как раз попросить вас поделиться вашей историей счастливой семейной жизни. Потому что это действительно очень важно для того, чтобы человек чувствовал себя состоявшимся, чувствовал себя в правильном месте, в правильном состоянии. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас, сколько лет вы в браке, что вы думаете самое удачное, что вы сделали, когда вы выбрали свою супругу, она выбрала вас, и как вы сохранили эти отношения? Ну, уже прошло 42 года. Как вы в браке, да? 42 года, да. И, в общем-то, наш брак счастливый. И я думаю, что во многом это все-таки зависит от Бога, потому что, мне кажется, вот Бог, Иисус, Сын Божий, Он помогает в браке, потому что, ну, брак вообще дело такое непростое, я думаю, потому что много вещей случается в жизни, все мы живем не в аквариуме, а в реальном мире, и взаимоотношения с другими людьми, различные неприятности, какие-то проблемы, трения там и так далее, они, конечно, бывают, часто влияют на брак, окружение. Да, давят на него, конечно, да. И, в общем-то, я думаю, что вот жизнь все-таки с Богом, она очень сильно способствует укреплению брака. Вот, мы даже выпустили такую брошюру, где-то несколько лет назад, называется «И в горе, и в радости», «И в горе, и в радость». То есть как раз наша первая брошюра была о браке, о том, что семья, она получает очень большое подкрепление от Бога, потому что, ну, собственно говоря, ведь семью создает Бог, помните, в Библии написано, что Бог сказал, «Нехорошо человеку одному», да, «Нехорошо человек одному». То есть человек один, ему очень плохо, на самом деле, и он подвергается большим искушениям, да. И он без жены, например, эти искушения не сможет с ними справиться. Но если будет и Бог ему помогать… И жена будет помогать. И жена будет, да. То есть это вот такой союз, да, прочный. Я думаю, что это… Два против одного обязательно помогут третьему. Да, это интересно. Ну, а что, как бы, я понимаю, что когда человек не знает Бога, то иногда выбор спутника жизни представляется лотереей. Ты никогда не знаешь, как человек среагирует в той или иной ситуации. Ну, вот, как бы, что вы считаете такими всё-таки хорошими признаками того, когда вы встретили свою жену, будущую жену, она встретила вас, вот вы общались друг с другом. Что вы считаете было хорошим залогом того, чтобы между вами было взаимопонимание и поддержка? Ну, мне кажется, общие интересы должны быть какие-то, общие интересы. Потому что если у будущих супругов интересы разные, у них, ну, как бы сказать, пойдут разногласия, и это будет плохо действовать на их брак. Ну, уровень развития должен быть близкий, наверное, потому что, опять же, поговорить о каких-то вещах с человеком, который тебя понимает, это хорошо. Но когда человек не понимает, потом думаешь, ну, сейчас ты вообще буду говорить, да, об этом. Поэтому вот я говорю, что должно быть что-то общее. Хотя есть такая тенденция, ну, философская такая, как бы, теория, что, наоборот, если люди строго противоположны, это, как бы, знаете, два полюса, да. Они, наоборот, притягиваются, да. Но на самом деле это, может быть, это и так. В физике оно так, а в жизни? Да, а в жизни бывает по-другому. И, возможно, они будут тянуться друг к другу, но, вы знаете, будут проблем много. То есть это будет не очень счастливый брак. Возможно, он будет долго, да, но между ними будут много различных вещей, которые, ну, как бы сказать, будут сложнее, чем то, что их соединяет. Да, жизнь будет для них сложной. То есть, понимаете, как-то счастливый брак, жизнь, она спокойная, она тихая, и человек доходит отдохновение в своей семье. Но если люди слишком противоположные, это, может быть, брак очень интересный, да, но это будет такой, знаете, нестабильный, неспокойный, да, неспокойный, какие-то будут споры постоянные и так далее, выяснить какие-то отношения. То есть, может быть, он будет долгий, но это будет не очень спокойный брак, я думаю. Это мой личное мнение. Не тот, который продлевает жизнь человеку, да? Да, да. Потому что очень забавное исследование, ученые предлагают, есть такие исследования, которые говорят, что в браке люди однозначно дольше живут, и бывает даже, что мужчины чуть-чуть дольше, чем женщины, ну, там, среднее, как бы, что мужчины на 6 лет дольше, женщины на 4 года, чем одинокие, а тут вдруг пошли исследования, что нет, все-таки сокращают. И тут уже зависит от того, наверное, кому больше в браке достается. Есть сведения, что женскую жизнь сокращают, есть сведения, что мужскую. Я думаю, это кому как повезло, конечно. Да, я думаю, что это чисто индивидуальные особенности, я думаю, чисто генетические особенности даже. Потому что как биолог, я знаю, что некоторые вещи, они генетически, как бы заложены уже, то есть предрасположение к чему-то, или к длительной жизни, или к короткой жизни. Ну, и опять же, плюс ко всему, основным критерием все-таки является это Божья воля, Божье водительство, Его планы в нашей жизни. Потому что хотя люди в основном думают, что они очень независимые, что они что-то делают сами, но на самом деле очень много зависит от Господа, как Он смотрит, и как Он надзирает, как Он помогает, и как Он направляет человека в его жизнь. А Вы с женой, наверное, познакомились, как раз будучи студентами института, да? Или как-то работали вместе? Да, я уже заканчивал свою первую диссертацию, и мы случайно познакомились в том поселке, где мы жили. В общем, была такая интересная встреча. Потом начали встречаться. В общем-то, мы тогда были неверующие, не я, не она. Ну, наверное, тоже была Божья рука, чтобы мы встретились. Но Вы поняли, что у Вас одинаковые интересы? Да, мне было интересно с ней, ей, мне кажется, тоже было со мной интересно. А в чем был интерес Ваш, кроме того, что Вы друг другу понравились? В разных вещах, там, не знаю. До сих пор что Вас соединяет? Интересы к чему? Исследованиям, наверное. К чему еще? Ну, в принципе, она вообще по специальности физик, вообще-то говоря. Вы биолог, она физик, да? Поэтому было есть о чем поговорить. То есть нет такого, что физик и лирик, Вы такие физик и биолог. Нет, нет, физик и биолог, и поэтому она была вообще грамотный человек. Она училась в разных институтах, на математических отделениях, в Томске и так далее. То есть человек был интеллектуально развит, и, в принципе, можно было о чем-то поговорить. Ну, мы не говорили, конечно, о физике или о биологии, но, в принципе, это все равно как бы давало какой-то такой background, знаете, вот основу для наших взаимоотношений, и, в принципе, понимали друг друга. Ну, глубину. Мы могли глубоко, в принципе, рассуждать о каких-то вещах. Системно даже где-то. Ну да, даже не столько глубоко, сколько, знаете, как бы сказать, интуитивно мы угадывали какие-то моменты, которые нам обоим интересны. То есть, я говорю, интуиция работала в том плане, что мы, как бы сказать, все-таки на каком-то одном интеллектуальном уровне с ней были. Ну и на самом деле душевно-ценностном тоже, правильно? То есть, у вас были ценности, преданности, дружбы, вы могли понимать друг друга, поддерживать друг друга. Конечно, мы относились серьезно к жизни, не, ну, так сказать, взаимоотношениям и так далее. Безлякомуцами. Да, поэтому я думаю, что много общих интересов было в отношении литературы, там, просмотров каких-то фильмов и так далее. И мы переходим к третьему вопросу. Вопрос такой, как вы нашли свое призвание? В чем вы считаете ваше призвание? И как вы его нашли? Есть ли у вас какие-то пожелания молодым людям или людям, которые ищут свое призвание? Это вопрос такой сложный, даже сложнее, наверное, чем два предыдущих вопроса. Я думаю, что на это много можно говорить, но я постараюсь быть кратким. Потому что призвание, на самом деле, если это слово разобрать, вообще, вот русский язык, он такой довольно богатый язык. Это призвание, то есть, кто-то тебя призывает, да? Кто-то призывает к чему-то. Вот в моем сегодняшнем состоянии, я знаю, что призвание, это призвание, когда Бог тебя призывает. Вот это призвание, я думаю, что это лучше всего отражает суть нашей деятельности и суть нашего существования в этом мире. То есть, когда Бог тебя к чему-то призывает. Я думаю, что многие христиане со мной согласятся, но в то время, когда я начинал свою сознательную жизнь, естественно, я не знал Бога, я был не то чтобы атеистом, я просто, в принципе, мне это было безразлично. Я занимался различными вещами, увлекался фантастикой, какие-то книги читал, изучал какие-то космические вещи, что-то в биологии пытался сделать. Ну, мне просто было это интересно. И я чувствовал, что мой путь, он как бы связан вот с этим, то есть, познание каких-то основ жизни, окружающего мира, как это влияет на нашу жизнь. То есть, что-то во мне отзывалось в моей душе на вот эти вот вещи. То есть, я в то время какие-то исследования тоже проводил в университете, когда я учился на биофаке в Алмате. Ну, вот туда я поступил как бы так, ну, что надо вроде получить образование. У меня родители говорят, ну, тебе надо поступить. Я говорю, ну, ладно, давайте я поступлю. Потом мне, в принципе, стало интересно. Втянулся. Да, втянулся. И как-то я почувствовал, что вот это направление, оно правильное. Тем более, что мать у меня, мама моя, Грис Фёдор, она вообще была химик, она преподавала, доцент была, и, в общем-то, очень хороший химик. Но, правда, неорганик, то есть, связанная с неорганическими веществами. Но, тем не менее, наверное, у меня тоже как бы какое-то предрасположение было к химии, потому что, фактически, я потом застил мою диссертацию по биологической химии. Вот, то есть, ну, какое-то вот такое генетическое было, наверное, родство. То есть, вот, насчет призвания я просто хочу пожелать, ну, вот, нашим слушателям или зрителям все-таки прислушиваться к себе, в первую очередь, куда лежит душа. То есть, не обращать на какие-то искушения временные, на какие-то временные вещи, которые могут увести куда-то не в ту сторону, а все-таки подумать. Ну, если человек верующий, просто нужно молиться, я думаю. Вот, первое мое, конечно, первое пожелание, если наши зрители христиане, я думаю, что это большинство из них, то просто нужно с молитвой к Богу обращаться, и Он призовет. То есть, призвание придет от Бога. Призвание. Он призовет в нужном направлении, даст нужные инструменты, даст нужных людей вокруг или направит в нужную сторону. Вот, я думаю, что это лучшее средство найти свое призвание. Это молитва, конечно, молитва Господу. Я бы сказала, что ваше призвание не только быть биологом, это скорее ваша профессия и действительно сфера ваших таких профессиональных интересов тоже. Мне кажется, как раз то, чем вы сейчас занимаетесь, ваш фонд Конкордия и содействие просвещению как раз в духовной сфере, книги, брошюры, которые вы пишете, мне кажется, это чрезвычайно интересным и важным для того, в чем нуждается наше общество действительно. Ну вот я говорю, что я анализируя свою прошедшую жизнь, я вот думаю, что Бог действительно меня направлял, то есть начиная с моей научной деятельности, как бы давал мне определенную базу, определенный багаж знаний, направлял в нужную сторону, чтобы я фактически начал заниматься именно той деятельностью, которой занимаюсь последние 25 лет фактически. Четверть века. Да, четверть века уже, даже уже больше, наверное. И действительно, я использую свои знания, свою интеллектуальную способность и весь багаж, который мне Бог фактически дал для того, чтобы нести дальше истину, которой есть Иисус, и людям разъяснять, если нужно, и говорить на разном уровне. То есть я могу говорить и с простым человеком, я могу говорить и с человеком высокого уровня, с ученым каким-то, я могу привести аргументы соответствующие, если человек, конечно, способен услышать меня, потому что некоторые, они, знаете, ну, как Либер написано, человек, у него закрыты уши и закрыты глаза, да. Ну, с такими людьми сложно, сложно говорить, ну, просто видишь, что ты говоришь, как, знаете, как около стенки какой-то. Закрыт, да. И что я с ним буду говорить, и, так сказать, метать бисер. Поэтому, ну, в общем-то, это дает, конечно, Бог в конечном итоге для человека. Большое спасибо, Игорь Михайлович. И я хочу сказать вам, друзья, мы поговорим подробнее о том, чем занимается Игорь Михайлович, и не только он, слава Богу, что сложилась целая команда единомышленников, очень интересная работа, работа по просвещению, работа исследовательская, работа, которая обобщает многие научные, исторические, археологические, биологические открытия, которые игнорируют классическая наука, игнорируют очень много ученых, которые тоже участвуют, например, в написании учебников для детей, для школ. Очень важно, чтобы истина, чтобы знание, чтобы слава Творца была представлена широко, ясно и самыми разными способами, методами. Забегая вперед, существует теория, и не только теория, а буквально позиция ученых, которые отстаивают разумное сотворение мира. Они не говорят именно о том, что необходимо сугубо религиозно подходить к вопросу сотворения, но с точки зрения ученых, с точки зрения интеллектуалов, они как раз занимаются объединением, описанием тех фактов, которые являются спорными, которые являются камнями преткновения для теории дарвинизма. И хочу тоже отметить, что теория эволюции опасна не тем, что она сама по себе теория, она опасна тем, что она полностью закрывает для сознания человека, для души человека саму идею, само понимание, что мир сотворен Творцом, что мир сотворен с определенной целью, что человек сотворен с определенной целью, и его жизнь имеет смысл, его жизнь имеет предназначение. И если мы не попадаем в это предназначение, когда-то мы будем отвечать за нашу прошедшую жизнь перед тем, кто нам ее подарил, перед тем, кто ее создал. И очень бы хотелось, чтобы вот эта последняя встреча была хорошей встречей, чтобы это не было местом разочарования, местом боли, местом обид. И именно такую возможность открывает как раз теория разумного замысла, которая говорит, что у мира есть творец, у жизни есть создатель, у жизни есть её источник. И об этом мы поговорим в программе «Жизнь призвания» с Игорем Савичем, поэтому следите за нашими выпусками, следите за нашей программой, оставляйте ваши пожелания, вопросы, отклики, и мы оставим в программе также ссылки на работы Игоря Михайловича. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Виктория. Спасибо.